Приветствую вас на телеканале М1. Я Мария Лопатой. Вы смотрите новости из Венгрии. Коротко о главном на сегодня. На поездах и международних автобусах началась проверка ношения масок. С сегодняшнего дня пассажиров, которые не прикрывают нос и рот шалью или маской, не просто предупреждают, а саживают на следующей остановке. Или просто не пускают зайти в транспорт. Контролеры говорят, что обычно у каждого есть при себе платок или маска, но не все их используют. Теперь же этому будет положен конец. Количество активных зараженных по стране сегодня впервые превысило 9 тысяч. В понедельник были зарегистрированы 726 новых заражений коронавирусом. Правительство по-прежнему пытается избежать того, чтобы эпидемия парализовала страну. С 1 октября в школах обязательным будет измерение температуры на входе. А там, где находится много детей, установят тепловизоры. Объем производства строительной индустрии вырос в июле в месячном исчислении, то есть удалось подняться со дна в мае. Но по сравнению с уровнем прошлого года спад все еще заметный, говорится в отчете статистического управления. Похожая ситуация в других отраслях экономики и не только в Венгрии. В правительстве обещают новые меры, которые помогут выйти из кризиса. Правительство выделило 11 туристических регионов на территории Венгрии. Каждый из них может разработать стратегию развития своего туристического бренда, воспользовавшись поддержкой правительства и Евросоюза. Генеральный директор Венгерского туристического агентства отметил, что будут также созданы рекламные буклеты, веб-сайты и видеоклипы о достопримечательных туристических регионах Венгрии. 50 студентов начали обучение в Первой Венгерской дипломатической академии. В планах выпуск профессиональных дипломатов и специалистов, которые будут представлять интересы страны за рубежом. На церемонии открытия прозвучало, что это полностью самостоятельная Венгерская академия, независимая от любого влияния иностранных держав. Из-за эпидемии коронавируса не состоялась студенческая конференция о защите климата. Вместо выступления в привычном очном формате, президент Венгрии Яныш Адер опубликовал видеообращение. Он назвал значимым вопросом, сможем ли мы извлечь уроки из нынешней эпидемии и в следующий райц быть более подготовленными. И на завтра в это же самое время. Берегите себя и спокойной ночи.